Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Большой-большой привет из Сиде, Турция. Смотрите, какая прекрасная картинка за моей спиной. Мы с Леной живем прямо на самом последнем этаже в отеле Anor Deluxe, который находится здесь у нас в Сиде. Очень удобное расположение. До старого города дойти буквально 15-20 минут, даже 15 минут быстрым шагом. Вот, и отель находится... Это пятерка, он расположен на второй линии. К морю будет автобус. Питание в отеле очень хорошее. Нам понравилось. Мы попали на обед и попали на ужин. Все очень вкусно, достойно, большой выбор. Вот, сейчас мы с вами идем на завтрак и потом поедем к морю и посмотрим, сколько минут ехать до моря, какая пляжная линия. Анимацию в отеле вчера мы... Как бы мы так устали, поэтому на анимации не были. Пока еще сказать ничего не можем, но зато в соседних отелях здесь музыка была у нас до 11 вечера. Потом все стихо. Причем самые заводные наши русские были песни. Было очень весело. И мы с Леной монтировали видео в кровати. У нас прям такой вид вот кровати. Ты прям лежишь как будто на солнце очень. Вот, кровать, допустим. Вот мы только встали. Вот наши кровати. И вот... Кстати, скажи, что очень... Кровати отличные, да. Как только лег... Ну, мы всегда. У нас как у солдата. Лех уснул. Погода установилась. Тут один день мы вы видели видео. Был такой... Был сильный ветер. Сейчас тоже ветерок есть, но уже мы посмотрели по прогнозам. Скажем, в нем все будет теплее и теплее. Вот все-таки милые, уютные домики. Мне очень нравятся. Птички поют. И такое лето летнее. Прям, да? Я, по-моему, стою на балконе. У меня вообще никуда не хочется уже на завтрак идти. Но это я шучу, конечно. Завтрак мы с вами, конечно, не можем пропустить. Написали зрители, что отдыхали в этом отеле. Вчера Лена читала сообщение. Но единственное, что все-таки предпочитают отели на первой линии. Ну, мы, конечно, тоже предпочитаем отели на первой линии. Но очень хотелось показать CD. Очень хороший рейтинг у этого отеля. Поэтому мы с вами пока еще выводы делать не будем. Мы посмотрим, поездим. Ну, конечно, если, судя по деньгам, что по равноценной стоимости у этого отеля даже, наверное, чуть выше. И сравнивать, допустим, Ренесера премиум, то, конечно, Ренесера премиум пока занимает первое место в моем сердце. Да, хотя Лена говорит, ветер задувает, что и панорама. Панорама, да, для того, чтобы гулять в Алании. Ну, пока, в общем, у меня лично, у меня Ренесера на первом месте. Ну, давайте, пойдемте уже с вами на завтрак. И посмотрим, что там интересно. Ну, короче, проведем день вместе с нами в отеле. Потом поедем гулять. В общем, все как всегда. Отдых в Турции. Так, вот, Ягулен все хорошо. Ну, вот эта рака, она, конечно, неудобна. Если один человек спит или двое, и там третий чистит зубы. С одной стороны, с другой стороны пывкаешь. Зато удобно душа отдельно, туалет отдельно. Карточку, блин, все. Теперь привыкли вы не сели, что ходим, слышишь? Теперь привыкли вы не сели, что без карточек ходим. Карточку чуть не оставила. А на полотенце у тебя? Да, посмотрим. Все, мы спустились на завтрак. С этой у них форма такая, да? Официально. Good morning. Видите, на завтрак и обед ресторан здесь вот уже, ну, перекрывают, потому что достаточно. А сачку давай? Так, сами решили налить все сок. Ну, посмотрим еще, что потом. Экспрессо, капучино. Ну, ладно, уже налила сок, кофе. На улице, да, садим? Да, я уже налила, что будет. Можно в главном ресторане, ну, в смысле, в помещении, а мы с Леной вот выбираем такие столики на улице. На середине вот здесь вот горячие блюда. Давайте посмотрим, значит, картошка фри. Это что такое? Такая картошечка. Каша молочная, яйца. Просто яйца, омлет. Нет, омлет я не вижу, чтобы делали. Какой омлет? Это что-то жареное на наши блинчики похоже. Панкейки. Здесь у нас хлеб. И пошли булочки. Так, красанчики. Так, и вот здесь вот еще булочки. А это с мясом. А с творогом. Вот такие лодочки, как хачапури. Не знаю. Ну, богач, конечно. Это пирожки с чем-то. А вот омлет. Вот и омлет не жарят. Как это в отеле без омлета? Вот. Три человека в очереди. Пончики. Вот видите, как ресторан. То есть, ну, мы имеем общую картину, что нет очередей яйца. Так, теперь мы с вами пройдем, посмотрим салаты. Чем мы здесь не посмотрели. Ну, здесь, как всегда, фасоль, шпинат. Здесь местные яичницы с овощами. Так, и ассортимент сыров. И баклажаны. Здесь сыр в рассоле. Вот это был вкусненький, соленый, мне нравится. Салат, мята, зелень из фруктов, груши, яблоки, киви, апельсины, мушмура. Так, йогурты с различными добавками для варенья. Куртуция и все включено, это для меня, конечно же, оливки. Оливки из радости. Так, здесь мед, варенье, масло. То, что любите. Живичный джем, инжирное варенье, мед. Кушмелая. А, мед в сотах, хотела сказать. Блин, не придерешься, и мед в сотах тоже есть. Курага, изюм. Такой изюм. Хотела сказать, что нет меда в сотах. Мне тут-то было. Хауа и, конечно же, мед в сотах. Холодное молоко. И вот эти вот снеки. В общем, вот так вот. Вот здесь вот этот салатик делаю. Мешка, конечно, все помидоры. Ну что, закажем омлет? Или просто я еще возьму? Да, вдруг, скороводка. Даже не знаю, что. Просто делать снова. Что? Мой завтрак. Ой, такая горяченькая. Здесь у меня сыры, маслины, салатик, шпинат, омлет. Ти и те тоже. Есть туркишки? Туркишки, да. Только бик. Можно? Бикли, она боится, что не напьется. Нет, здесь тоже с официантами все хорошо. Мы привыкли, Саша. Мед в сотах. Как всегда. В общем, вот такой вот у меня замечательный сегодня-завтрак. Свежевыжатый сок. Я считаю, что это очень правильный завтрак. Зачем нам пивенницу? Здесь есть стол для курящих, есть не для курящих. Но пивенца портит мне. Для курящих все? Наверное. Портит мне весь вид за столом. Попробовать. Хочу попробовать вот эту штучку. Вкусно. Надо дома попросить, чтобы Юра вам изготовил хачапури. Такое тесто. Очень красно. На идее мы обсуждаем форму официантов. Но что все-таки необычная форма, клетчатая клетка, не всем идет. Вот допустим, ну мне... Ну да. Если ты суперсторонный, да, теперь бешок на себя на один пойдет. Но если фигура не идеальна, еще вот это вот надеть, это просто как... Так, мы сейчас возьмем полотенце. А, полотенце вот здесь в СПА. И поднимемся с вами в глуби. Оттуда каждые 10 минут ходит автобус на пляж. Начиная в 8.30 и заканчивая в 18.00. Идет последний. Там тоже нам сказали, что есть снэк-бары. И все атрибуты пляжного отдыха. Так, спортзал. Вот мне нравится, что здесь есть два бильярдных стола. То есть если бы наши друзья сюда приехали, им бы было очень весело. Так, здесь у нас весы не вижу. Тренажерный зал. Вот. И здесь на самом нулевом этаже находится спа-центр. Мы сейчас с вами туда пойдем посмотрим. Вот. Сколько стоит массаж? 40. Смотрите, программы разные есть. У нас стартовая программа классическая 30 минут хамама. 30 минут массажа. И маска для лица 90 минут 50 евро со скидкой 40. А сколько минут массаж? 30. А, 30 минут. Вот такая программа, про которую вы рассказали. Часовой массаж 30 минут хамама. 65. Ага, 65. Витаминный бар. А витаминный бар это? Витаминный бар. Здесь у вас ничего не может заказать. Водичку попить. Так, бассейн здесь есть. А гости отеля же бесплатно могут пользоваться хамамом, сауной? И двумя сауной. Хамамом нет? Хамам платный. А, хамам платный. Нет, просто зайти в хамам, полежать на камне. Если нет, никого-то можно. Ага. Если нет, то нет. Никого-то можно. Смотрите. Влажная сауна. Да, паровая. Сухая обычная сауна. И вот такая еще у нас есть саленоком. Хамамам. О, большая такая. Соляная комната бесплатна с соляной комнатой? О. Тут же команда очень большая. Пойдемте массажный пол. Пойдемте. А 40 евро или долларов? А, евро. Нет. Мы можем пользоваться двумя саунами и вот этой соляной пещерой. И он маленький, детский. Релакс-пул называется. Видите, как все аккуратненько сделано. Стена такая оригинальная. Ух ты. А тут мне сразу напоминает век Роксоланы. После хамаму. Вышел. Ой. Арома палочки. Сколько у них массажных комнат? Хамамом можно пользоваться, если он свободный. Нет там программы, допустим. Подошли. На двоих. А, это ВИП, да? Время. А сколько еще? Два часа. Два с половиной, три часа. Два с половиной, три часа. То есть, вот что в это время получается? Ты как бы с ума заставлен сам себе. Я знаю. Сначала вам сделать так же программу скрабирования. Расправите кожу, скрабирование. Массаж часовой. Нанесет маску. Вы немножко с ней повяжете. И как-то здесь уже отдыхать. Продолжайте шукарить. Сколько? По с половиной часа, двести евро на двоих, да? Да. Двести евро на двоих. И со скидочкой. И массаж часовой. Массаж часовой. По сто евро получается. А в долларах нельзя по сто долларов? Со скидочкой. Нужно считать чуть-чуть, прям небольшая разница. Ага. Слушай, давай мы с тобой подумаем. Рекламу сделали. Так, мы с вами получили полотенцем. И за два с половиной часа, 200 евро на двоих, как вы думаете. Включается тут джакузи, хамам, массаж часовой. Там, наверное, масочка какая-то, да, еще на лицо будет? Очень полный релакс. Не, я не пойду. Я ни за что. Лена меня занят. Я стою 100 евро с человека. Представляете, за 100 евро можно себе купить хорошую, классную вещь. Нет. Да блин. Я поеду лучше в Азию. Мы уже сделали один массаж. Не, ну понятно, что релакс. В общем, назовите меня жадина. Вообще, я не знаю. Я не готова, честно. Хотя на себя нужно тратить легко и с удовольствием. Да у нас в Зеленограде такой же балийский массаж. Да, да, да. В общем, в следующем вы видео узнаете, уговорит ли Лена меня на массаж или нет. Как вы думаете, пишите комментарии. Вот, а мы сейчас с вами едем на автобусе, который каждые 10 минут отходит на пляж. Вот у нас пляжные полотенца. И мы отправляемся. Посмотрим, сколько. Вот, видите, расписание. 8.30. 18.00. Последний. С вами прокатимся. Заодно посмотрим в себе. Вот это вот, мне так нравятся вот эти домики. Это что только Амур. Амур, тоже отельное, да, какое-то? Сейчас соберутся люди, мы с вами отправимся. Все, мы поехали. 55. 55 минут. Засекли. 9.55. Ого, уже 9.55. Как время быстро летит. Хотела сказать, лежит. Так, мы поворачиваем с вами сборы. Вот туда. Вау. Ну что? 4 минуты. Да, я засекала. Мы прибыли на пляж. Здесь есть снэк-бар. Здесь вообще можно на обед не уезжать. Под навесом. Посмотрим, какой заход в море. Толь, переодевалка. Так, надо, наверное, снять обувь. Очень хорошо, что интернет есть на пляже. Это здорово, конечно. Давайте, похоже, посмотрим заход в море. О, здесь свежевые жатые стойки тоже можно. Вот, пожалуйста. Пока еще закрыто, наверное, в обед будет. И вот такой вот шикарный заход. И уже, кстати, люди купаются. Вот он, заход в Сиде. Никаких плит, камней. Вода 22 градуса. Даже цели, может, даже меньше. Жалко, у меня нечем померить. Я купила термометр, но не тот. Ой-ой-ой. Ну, в общем, вот так вот все это выглядит. Потом с вами пойдем в снэк-бар. Это уже соседний отель. Белые лежаки. А у нас с голубым лежаки. Дышевая кабина. Мороженое там, по-моему, есть. Еще пойдемте. Покажу вам. Пайран-пан. Сейчас, в общем, посмотрим, что есть. Вот так вот все здесь выглядит. Тоже шаурму готовят. Так. Мороженое с 10 до 11. С 15 до 16. Мы на выдаче. Все вот такое мороженое в разных-разных видах. Здесь вот, видите, готовят вкусняшку. Вот здесь вот можно сейчас будет перекусить, кто хочет. И вот холодильники с водой. И, конечно же, мы прямые. О, вот как я люблю. Ну, здесь вина, чай, кофе. Все. Шампанского на пляже, конечно же, нет. С 12 до 15 часов. С 12 до 15 здесь можно будет пообедать. Работает анимация на волейбол. Пв-шар. Да чей-то вот этот интересный пляж такой. Пустой прям вообще людей нет. То ли отель заполненный. Там дальше бород написано. Ладно, не пойдем. Вот видите, у нас тут канатная лента. Пойдем. Пошли, Лена, прогуляться. Получается, на нашем пляже больше всех народов. И малышку привезли тоже на пляж. Так, ну что вы думаете? Сколько мы лежали на лежаках? Примерно ровно столько, сколько длится наше видео. Чтобы смонтировать видео. Хотела еще второе смонтировать. Но нет, нет, нет. Ну и хочу показать, что мы вон там, где флаг. Вон там вот практически. Ну, не доходя до этого флага. И мы знаете, куда идем? Как вы думаете? Мы идем делать фотографию на развалинах. Понимаете? Не-не-не. Мы идем делать шикарные фотографии. Сейчас покажу вам, где. Вот. Сейчас девушка пройдет мимо. Ага. Вот, смотрите. Вон туда мы идем. Потрясающие, да, виды. Смотрите. Камни. И правильно сделайте. Напишите, что если дом сносят в каком-нибудь городе, вы можете нас пригласить. Мы приедем и снимемся на ваших камнях. Потрясающе. Но мы одного не учли, наверное, что проход-то есть к камням к этим. Сейчас будет. А, есть проход. Вот. Ну, знаете, что здесь хорошо? Мы прям как в Доминикане. Идем по берегу, по берегу Синего моря. Даже немножко я уже подустала. Скидываем вес для того, чтобы вечером поесть в отеле вкуснейшей. Вот этой пахлавы на молоке она там. Или с молоком. В общем, действительно, она безумно вкусная. Мы сначала такие думаем, мы откажемся от сладкого и не будем это ничего есть. Потом подумали, ну, дома мы вообще, в принципе, так не ужинаем. Мы уже приехали в отель. Все включено. Есть возможность. Что ж, мы будем на одном кефирчике на Иране вечером? Нет, конечно. Вот. Вот сюда мы с вами дошли. Вон там есть проход. Мы с вами туда сейчас зайдем и будем делать фотографии. Море сегодня более-менее теплое. Но оно теплое из-за того, что, знаете, ты находишься... Сколько у нас сегодня? Градусы 26. Находишься на берегу. Ну, жалко мне нет термометра померить. И уже вот так вот нагрелся. И вода такая, знаете, как в бассейне. Ну, окунуться можно, да. Окунуться можно. Это мне даже, знаете, напоминает, как в наших летних водоемах. Как на Истрии вода. Как вот в Тульской области, в карьере. Мне даже кажется, в карьере еще холоднее. Вот. Поэтому, конечно, можно. Вот. Ну, так как вот мы привыкли в июле, в августе. Я люблю воду все-таки плюс 26-28. Ну, такую теплую. Поэтому, кто едет, не расстраивайтесь. Даже, мне кажется, в конце мая вообще еще вода не кажется. А вода будет гораздо теплее. И, в общем-то, погода, смотрите, какая замечательно наладилась. Так что все будет хорошо. Не переживайте. В общем, нам вон те предыдущие камни подошли. Мы решили вообще дойти вот до самого, в принципе, до конца нашего пляжа. Который нам доступен. И вот сейчас вот, не знаю, без босиком, наверное, не очень удобно будет карабкаться. Ну, сейчас посмотрим. Вот она. Водичка прям отличная. Сегодня 26 градусов температура воздуха. И даже для меня вода уже стала теплой. Может, из-за того, что мы, конечно, прошлись. Может, из-за того, что просто ноги уже привыкли к воде. Но она реально, мне кажется, очень-очень теплая. Ну, вот, в принципе, мы и дошли. Да. Ко мне здесь, смотрите, кафешечка. Вечером здесь красиво сидишь на берегу моря. Слушаешь шум волны. Здесь наверняка зажигаются фонари. Ну, не знаю. И это еще то удовольствие босиком. Мы туда, конечно, не будем забираться однозначно. А как мы поберемся? Смотри, какие камни. Ну, попробуем, ладно. Будем забираться. Ну, ладно. Если уже дошли. Надо потихонечку, полегонечку. Ох, мама мне. Ох. Вот этот ресторанчик, про который я вам только что говорила. Ой, так жарко. Как хорошо, смотрите, какие цветочки. Вот она. Лепота. Скажите, как вам нравится? Так. Кофе мы здесь попить не сможем, потому что у нас с собой нет ни одной леры. Но зато мы здесь с вами сделаем фотографии. Смотрите, какая приватная зона, удобная. Диванчики. Сидишь вот с таким видом. Вечером. Сидишь вот так вот. Вон еще столик. И вот. И вот с таким видом. Это хорошо, знаете, около романтика. Так, ну что, друзья, мы идем обратно. В общем, в этом видео мы вам рассказали про пляж нашего отеля, который называется Anor Deluxe, который находится в Сиде. Рассказали о том, что погода хорошая. Рассказали о том, что туристы купаются в море. Очень многие взрослые дети. Сейчас, наверное, еще покажем вам ассортимент, что будет в нашем снэк-баре, который на море находится. Ну, вы видели, что вода, напитки, гюзлеме, апельсиновый сок. Все это здесь есть. Я думаю, обед здесь тоже достойный. Сейчас я вам его покажу, ну и буду заканчивать. Вот суп есть, суп дня. А, ну да, можно вам, если суп дня есть. Ладно, уговори, так и хочу посмотреть. А, ну ладно, давай останемся до другого супа. Пахлова есть, апельсины есть. И салатики есть. Все, остаемся. Знаем. Так, что мы будем брать? Суп дня. Так, и что еще? Курица на гриле можно взять. Курица на гриле. Так, салат. И потом чай. В принципе, очень удобно. Большой ассортимент. Мне понравился еще хаовичку такую. Пахловичку, хотела сказать. Возьму. Мне очень нравится пахлова. Блин, вот что не нравится апельсины. Чистить неохота. Радно, апельсины пока пропустим. Здесь вот как-то вкусная пицца. Я вам уже показала. Короче, решили остаться на пляже. Четырех. Так, смотрите, у нас на обед. Вот такой томатный суп. Ну, раз есть суп, значит, с чем-то сырком. Значит, можно смело не ходить в ресторан. Если бы супа не было, то мы бы пошли в главный ресторан. А это еще и плюс еще пицца будет. Да. Обалдеет у нас. Ну, нам куда торопиться-то? Мне здесь, значит, надо за зарядником стать. Очень вкусный суп томатный. Ну, вы видели, да, что салаты. Сам подходишь, первое, сладости сам. А вот такое, видите, вот меню, допустим. Сразу и майонезик, и кетчуп. Если мало, еще можно сходить. Такой шашлычок с курочкой. Картошечка фри. Не самый полезный обед, картошечка фри. Ну, зато у нас полезный суп. Пиво тоже не полезно. Но в такую жару стакан пива, холодненького, мне кажется, вы меня поймете. Лена, выглядит, конечно, очень аппетитно. Ну, мне кажется, некуда, да? Да ничего мне не кажется. Все съедим. Сейчас у нас уже 14.39. И мы, после того, как уже время с обеда достаточно прошло, мы с Леной монтировали видео, и решили для вас, о, для вас, для нас взять гюзлиме. Ой! Гюзлиме. О, спасибо. Окей. Так, все, гюзлиме взяли. Вот такие лепешечки. О, ух ты. Это вы продаете, да? Красиво. Гюзлиме уже, мы все просили. Она чистая? Спасибо. Прямо бесплатно. Это все за деньги. Все, друзья. Автобус уже стоит. Одни приехали, другие уезжают. Смотрите, где высадил. На ресепшн заходили, а здесь высадил около бассейнов водитель. Ой, как уже сменом пахнет. Вот, анимация сегодня будет, потому что в воскресенье будет выходной, день нашего приезда. Сколько розочек. Ну, тоже вот народ отдыхает. Так, ладно, давайте какие-то, друзья. Вот на этом будем с вами заканчивать видео. Сейчас мы пойдем переоденемся по ужинам и поедем завтра с вами гулять дальше. Изучать районы рядом с нашим отелем. Смотрите, каких нам лепетей сделали. Ммм, красотища-то какая. Я даже уже свыкла с тем, что у нас раковина в номере. Пойду, Лена, на улицу покажу пока вид. Блогеры пока все отснимут, всех лебедей. Все, сейчас будем с вами переодеваться к ужину. Ой, всю ночь. Не всю ночь, до 11. Такая классная музыка играла. Мы вчера ранее с Леной пришли домой, пока монтировали. И вот отсюда прям такие. Лежим на кровати, а ноги в пляс несутся. Ладно, друзья, все. Спасибо большое за просмотры, за комментарии, за подписки. Всех вас любит. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok